В детстве или юности мы часто получаем прозвище, и надо сказать, для большинства это не самое приятное воспоминание. А бывает так, что кличка привязывается к человеку на всю жизнь. У техники всё совершенно так же. Любая машина имеет заводской индекс, но большая часть, особенно среди тех, кто снискал настоящую популярность, получают народные имена или клички. Сегодня я предлагаю поговорить о том, какие прозвища давали в СССР тракторам. Если вам приходилось трудиться на тракторах или вы просто интересуетесь этой темой, то ДТ-75 вам наверняка известен. Выпустили эту махину в 1963 году на Волгоградском тракторном заводе. Универсальный сельскохозяйственный трактор передвигался на гусеницах и имел дизельный двигатель мощностью в 75 лошадок. Народ прозвал ДТ-75 почтальоном, и это имя сопровождало трактор всю его историю. Или вот ещё один популярный трактор – Т-16. Это уже детище Харьковского завода самоходных шасси. В общем, если говорить объективно, это самоходное шасси и есть. С конвейера первая модель сошла в 1961 году. Нестандартная компоновка, конечно же, не осталась незамеченной. Спереди там, где у обычного трактора мотор на Т-16 находилась грузовая платформа. Двигатель у трактора достаточно слабый – на 25 лошадок. В народе он стал известен как попрошайка. Или вот небольшой трактор на гусеничном ходу с заводским индексом Т-70. Придумали его для работы на виноградниках. Выпускали подобную технику на Кишиневском тракторном заводе. Что касается мощности, Т-70 имел всего-навсего второй тяговый класс. Жители СССР прозвали Кишиневский трактор «Скворечником». А вы можете припомнить еще какие-то прозвища для тракторов? Если да, пишите в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»